С этих горячих точек и с этих мест захват рады событий, которые происходят там. А мы говорим о том, что это не просто медиа. Медиа-активист. Чистая медиа. То есть в той ситуации, когда ты ведёшь машину дров сюда, на Майдан, и тебя останавливают, и тебя останавливают, тот момент, когда ты выходишь с камня и говорят, «Пацан, он тебя сейчас смотрит. Вот. Столько-то народу». В этот момент сворачиваются, значит, палочки ГАИшников и машину пропускают. То есть реальная возможность повлияет на осознавательность, в том числе и по системе безопасности. Мы сегодня прекрасно понимаем, что когда мы говорим о горячей кнопке, то горячая кнопка – это не только возможность человеку, попавшему в беду, сбежать со всем караулем, значит, ну это подтянуть туда там юристов, правозащитников, но это однозначно возможность подтянуть туда медийщиков или тех, кто с камеры, для того, чтобы это сразу пошло в прямом эфире и было зафиксировано. На наших глазах в Харькове, и это тут же сразу появилось в Сити, когда мы были на съезде Евромайдана, была фантастическая ситуация с тетушками, кто такие тетушки, вы знаете, да? Значит, правозащитка тоже со стороны власти. Когда тетушка сбежал, значит, в толпу наших ребят демонстрастов, бросил оттуда бомбу, значит, пугалку, выскочил, за ним побежали наши ребята, его поймали, он по дороге выбросил нож, этот нож накрыл ногой, и это все в кадре. Накрыл ногой, значит, подполковник милиции, значит, дальше отдал его человеку стоящему рядом тот душок, и это все, опять-таки, в кадре, это выложено в сеть, и в этой ситуации они могут говорить все, что угодно. Но когда такие кадры попадают, это действительно, ну, хоть какая-то возможность решения проблем с точки зрения вегитимации ответной реакции, да? Спрашивайте. По поводу качества, например, да? Например, сейчас нет никакой звук, там есть звук. Ну, понятно, но самое лучшее звук это же нет. Смотри, в ситуации, когда... Вопрос решается... Для вас другие вещи важны. Вот, когда решается, это должно быть документально, или там должна быть фантастическая картинка... Другие камеры используют? Документально перевешивать, потому что, когда нашего Толяна попала прямо в эфире в камеру выстрелом снайпера и выбила руку, и это все происходит в кадре, то не важен уровень качества картинки, звук, вот поверьте мне, зато уровень искренности, да? Подержи, 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 подержи. Ну, давай, давай. Я расскажу одну вещь. Значит, смотрите, звук здесь нормальный, отличный. Мы можем буквально сейчас зайти в интернет, я вам это видео продемонстрирую, вы посмотрите и послушайте, как это звучит. Все так вот быстро мы это все делаем. Когда Лина говорила по поводу мобилизации, это сумасшедшая действительно помогает. Когда было вот здесь первый раз столкновение без демонстрантов, у нас было 16,5 тысяч просмотров. Люди, которые смотрели, они могли онлайн, они видели, что происходит, и Ляне подтянулись очень быстро туда помогать демонстрантам. То есть, мы понимали, насколько это сильная вещь. Более того, люди могут со всего мира смотреть, что здесь происходит, прям сейчас. Они комментируют на английском, на французском языке. У нас сильные, которые говорят на французском, на английском, на немецком языке, отвечают. И у нас очень равная аудитория. Вот это все очень делается быстрее на этой теме. Да, и по поводу качества, мы сейчас решаем проблему с качеством. Например, вот, новое... Большое спасибо ребятам. Благодаря вам купили три новые аппарата сонки. Они позволяют ночью... Вот, я даже покажу сейчас. Сейчас покажем. Большое спасибо вам. Мы вот такие вот аппараты купили. Сейчас три штуки. Они пока позволяют... Вижу. Слышно. Они позволяют... Эти аппараты позволяют стримить в ночное время. У них очень хорошее качество разрешения в темноте. И у нас и, наконец-то, потому что это была большая проблема. Опять-таки, мы сегодня говорили с теми, не ровно, а не жесткие. И мы сняли. Значит, картины живем на уровень картинки. На следующем этапе мы, конечно же, будем работать. с камерами. Ну, вы знаете, камера камера. Но вот это своя специфика и ничто не заменит. Камера в студии. Камера для камеры можно выстроить. Ну, как если мы снимаем что-то, там, без конференции, что-то есть длинная съемка, пожалуйста, да, камеры. Ну, вот для экшена, когда ты хочешь прямо сейчас что-то показать, лучше суть его, чем после стрима. Он дает возможность показать сейчас быстро, еще пообщаться с зрителями. И это очень важно. История с устримом была очень интересная. Когда мы только сделали аккаунт, устрим не предназначен для вот таких зрителей. когда мы начали стримить, когда у нас там уже было больше десяти миллионов просмотров, мы были в топе-дерпе. Они нам выставили счет более сто две тысячи долларов. Да, по-моему, больше. Когда мы удивились, как так получилось, и обратились с ними, что у нас такие денег нет, они там извинили, а, они посмотрели, какие камеры мы снимаем, что это такое. Они сказали, мы хотим распространить ваш опыт по всему миру, потому что это что-то новое, и мы не понимаем, что это может быть. Это совершенно другой уровень. Да. Совершенно иной уровень, как бы, журналистики, да, по-моему, журналистики вообще, телевизионного формата. Мы вообще не предполагали, что это может быть использовано таким образом. Ну, и, соответственно, был решен вопрос финансовый, в смысле для нас действительно у нас нет никаких денег, да? Одних денег. И мы только зад двумя руками, если опыт будет распространен, мы, пожалуйста, абсолютно готовы делиться. Сейчас стримят все. Когда мы начинали, этого не было. А сейчас все ходят стримят, понимаете? То есть это породило новую профессию. Стример. А что нам отдают? Всего-навсего. Вот, смотрите, вот эта вот банка, вот модель и телефон. И настройки на сайт. Настройки мы и стримимим. А чтобы стримить, даже не на теле, когда надо пароль обратиться к нам, мы берем в штат, ну, как бы волонтеров, мы даем возможность стримить в регионе, в регионе, в загранице у нас были с Францией, в Телемовской стриме или просто к нам. То есть ничего особенного нет. То есть если вы хотите себе лично стримить, делать себе личный аккаунт, а просто надо абонент платку на иллюстриме и все. Ну, как в Ютубе тот же принцип по закачиванию. В Ютубе ты закачиваешь готовый материал, то есть ты, ну, рейтформат загоняешь, и по тому же принципу это существует. Да, там другое дело, что там в фильме уже какая-то своя история будет. Более 15 миллионов просмотров там уже. Да, ну, это все как бы разрастается и продолжается. Но индивидуально, пожалуйста, любой человек, как бы, может с этим работать. На самом деле это изменяет общую картину, вообще представление горной деятельности сегодня. В общем, это действительно становится реальным инструментом вообще. каких-то дел, здесь, таким же, так, что от вас славится. Да, здесь, поскольку здесь город, ну, как бы, это очень большое преимущество, понятно, что ты можешь, наверное, но если этим там потратим в стране, задача — умение осветить проблему, дальше учащаться, мама, образовка, дальше учащая, любви, иметь компанию и так далее… Потому что естественная внутренняя система там, равновесие, сдерживающая противовесок, они выравнивают ситуацию, подхватывая проблему. Здесь нет, здесь проблема поднимается и зависает, Никто ее не будет решать, она превращается в информационный суд. А вот при таких историях действительно влияет на процесс и на решение этой проблемы. Именно поэтому мы говорим, что в мире здесь не только освещает, она должна быть активной. Она должна иметь позицию, ту или иную, но вот здесь такая специфика этой страны. Здесь демократия только служит. Поэтому здесь в мире должно работать на глубину, на проработку смысла, а не только внешние как бы качества. Ну и мы для себя взяли, просто так, у нас есть своя визия, мы говорим о том, что и на ТВ будет развивать гражданское общество. Для нас это как бы цель, мы об этом... Самая главная задача. Да, вот если просто медиа освещает, иногда просто информирует, то мы четко заявили о том, что у нас позиция развития гражданского общества. Все, что связано с развитием страны, с развитием гражданского общества, мы это встречаем. Для нас это интересно. Шок-бизнес там, я не знаю, другие темы, ну как бы для нас это неинтересно. Другие каналы этим занимаются, делайте там деньги, пожалуйста. У нас другая анисия, мы там открыто говорим, декларируем, что мы это делаем. Ну это не любимая тема, знаете, селиконовые письки и собачки в стразах. Есть кому показывать эти радости жизни, есть кому на этом зарабатывать. Мы на канале не зарабатываем, мы делаем так деньги, я работала на общество. Как-то смешно это звучит, но мы видим, что сейчас это возможно, да? Но мы изначально говорили, что это вообще невозможно создать нам, который бы работал с волонтерами. Нереально. Нереально привлечь там средств. Пусть бы много, но как бы нереально технически поднять как бы такую сделку. Реально. Я вам более за вас скажу, люди, которые волонтеры, которые идеиные люди, которые считают, что как надо делать, которые реально верят, что они делают, они делают это намного качественнее, намного с большей отдачей. Когда шли по голове, знаете, кто же показывает смену Киришкина? Почему? Потому что у нас в голове развитие гражданского общества. Понимаем, что это очень важно понять, как люди. Когда люди не боятся, здесь подбирается еще такой ядрой людей подобралась, который не боится. Он очень четко понимает, что мы будем делать. Семь человек пострадал у нас. Семь человек пострадал. Семь человек пострадал. И, ну, думайте, это остановило нам. Семь человек. Прокажите, у тебя сейчас делают. Большое количество людей, которые мы тоже хотим. Вот именно это помогает, привлекает именно тех людей, для которых это интереснее. Поэтому мы очень сильно привлекаемся к этому. Это имеет на то, что после реализации вы тоже сочувствуете. Конечно. Мы возникли до революции, да, не предполагая вообще, что вот такое может быть. Нет, мы предполагали системные изменения в обществе. Да, но мы не думали, что это произойдет так внезапно, так скоро и в такой форме. Революция стала ответом на все те вопросы, которые мы поднимали еще весной. Системные изменения в обществе, мы начали говорить об этом полгода назад. У нас была своя будущее-будущая, свой клуб, где мы обсуждали эти вопросы. Где очень многие темы, которые мы обсудили, темы изменения страны, да, каким образом переформатировать страну. Мы об этом обсуждали, более того, мы общались с обычными экспертами по этому поводу. И когда революция случилась, все идеи, все мысли, которые у нас привыкали, мы просто запустили информационное пространство. И нашими словами начали говорить все общество, все политики. Потому что идея нам, мы были готовы. У нас были смыслы, у нас были креативные идеи для этого общества. И они были востребованы, потому что общество было не готово тоже к этой революции. Если мы, как говорится, участки не были готовы, мы были особо, не говорили о том, что надо реализировать изменения, об этом сейчас говорят все по-другому поводу. Но есть для конференции именно, например, любви без фасадики и без фасадики и без фасадики, что не совсем другого, и сказали, что это... Смотрите, у нас много общего. Это тоже гражданские лечения. Это тоже не олигарствия, они другие, то есть они уже независимы. Они работают на нашем же поле, но мы отличаемся, собственно, потому что у нас очень много молодежи, и на нас трудятся деньги, понимаете, как раз. Во-вторых, что еще очень главное различие, у нас есть близкие, своя, мы сказали, что мы развиваем гражданское общество, и мы развиваем гражданское общество. То есть мы подбирать будем. Я один маленький пример, что у нас было такое шоу, это шуткое шоу, где он собирал все политики, они ругались друг с другом, как конфликт, это интересно и так далее. Вы сказали, что у нас этот программ не будет, нам это неинтересно. Нам интересно собрать людей, которые предложат идею, и предложат таким образом ее можно реализовать. То есть критика ради критики нам не надо. Если ты кишка предлагаешь что-то свое, то есть после программы мы должны быть готовым решением, более того, с людьми, которые говорят, я вот делаю это, я вот делаю это, я вот делаю это. И скажите, что я из ничего вас привыкла. Более того, мы не настраиваемся на то, что мы будем отслеживать варианты, цены и эти проблемы до конца. И первая программа, когда у нас снимательная, например, начали рассказывать про электромобильную Украину, или про альтернативное образование, которые уже реализовывают эти проекты, да. То есть принцип устроить драму в студии, вылить друг на друга бутылки кефира, неинтересен. Потом еще один принципиальный момент, да. Они создавали свою концепцию, как независимые профессионалы для общества. Это одна концепция. Мы работаем по концепции, так называемой концепции Web3. Вот посмотрите, попробуем. Это профессионалы вместе с волонтерами. Они создают новое качество продукта. Принципиально новая система, пришедшая из IT, пришедшая от перезартованных систем взаимодействия, и пришедшая от комсорсинга. То есть не только есть, но и вложение большого количества, как бы, назвок смысла с разных сторон. Но, да, и мы на этой позиции настаиваем. Опять-таки, нам говорили о том, что такое телевидение никогда не было. Смотри, что 90% значит того, что убрасывают непрофессионалы. Это не смешная вещь происходит. Профессионально этого не смотрят. Суперская, замечательная картинка с чудными ведущими, красивых костюмов. И смотрят, а наши вот валенка. Ну, смотри, понимаете? Оно живое. Вот. И это иная концепция. Поэтому мы существуем в одном поле. Мы, безусловно, сотрудничество. В ситуации, когда там им необходима помощь, не вопрос. Если они к нам обращаются, ну, есть варианты взаимодействия, да? И мы говорим, когда нас вначале спрашивали, а как вы давать деньги? Вам или я? Мы говорили, или им и нас? Да? Что-то очень хорошо, когда есть разное общественное телевидение. Это развивает наших стран. Мы работающие на одну идею, пусть из разных сторон. И мы, в любом случае, как бы, мы будем продолжать вот нашу линию. Ну, точно, вы имеете в виду, нам не смысл конкурировать. Мы же не зарабатываем на этом деньги. То есть у нас, если ты не зарабатываешь деньги, у тебя сразу есть возможность реализовывать то, что ты хочешь, да? То есть ты не должен, да? Технолог, условно говоря, да? Ты не должен под кого-то подстраиваться. Ты не должен там... У нас есть своя аудитория, это пассионарии. Но нам не нужно все общество украинское. Не надо. Вот есть люди, которые принимают решения. Мы знаем, что наши ферминии смотрят сейчас все слухи. Смотрят политики. Смотрят люди очень активные пассионарские. Смотрят диаспори вся. Потому нам нужно вот это вот кольчевство, критическая масса людей, которые принимают решения, готовые действия, активные. Все остальные, вы же знаете, социологии, все остальные подтянутся. Но если вот эта критическая масса людей смотрит и дышит вместе с нами, если условно говоря, то это значит, что вообще все будет меня за чувство. Нам больше не надо. У нас есть своя аудитория. Мы не будем распыляться на Дубейке. Есть куча всяких телевидений, которые отойдут. Садали информацию, в этом формате будем работать. Более того, мы можем позволить себе быть в каких-то вещах субъективными. Вы знаете, я в очередной раз там ночной эфир жила, и тут, значит, тетенька ее в чате пишет. Что это вы мне тут рассказываете? Значит, там много про ваши гражданские дела. Поверните камеру на сцену, вообще дайте мне послушать. Я говорю, тетенька, идите нафиг. Хотите слушать сцену? Подняли пуху, приехали и посмотрели сцену. Так, как это? Вот вы же делаете телевидение. Вы его делаете? Я говорю, нет. Я телевидение делаю для себя и для таких, как я. Именно потому, что я делаю его для себя и для таких, как я. Извините, я на них и буду рассчитывать. А вас, ну, не нравится, не смотрите. Тетя шок. У них когнитивный диссонанс. Но по-другому не выглядите. По-другому, знаете, есть так называемый принцип демократии участия. То есть решение принимают ровно те люди, которые принимают участие в работе над проблемой. А все остальные, которые замечательно сидят попами на диван и интеллектуально обсуждают о том, как надо или как не надо, идут благополучно на нас. Это нормально. И это как бы правильно в ситуации, когда нужно действительно менять, а не только рассуждать об этом. Полностью поддержку Ильину. И действительно, вот только те люди, которые сейчас активно меняют эту страну и принимают ответственность на себя, они вкладывают в свое время, деньги, все свои интеллектуальные способности. Вот я считаю, что только эти люди и имеют право делать изменения в стране. Они, по сути, это делают. Эти люди имеют право принимать решения. Понимаете? Эти люди имеют право. Все остальные, которые ждут, боятся, отсиживаются и так далее, они будут жить под тем правилам, которые создают сейчас эти люди. Поэтому если люди хотят создавать свои правила, они должны просто действовать. Бери, делай. Вот у нас два принципа, по сути, есть очень таких главных. На самом деле, критикуешь предлагать, бери, делай. Все. Вот есть идея, взял, сделаю. Какие проблемы? Ну, вот эти вот вещи, которые, ну, время разговора уже пришло. Время действия. Поэтому у нас концепция состоит из трех частей нашего телевидения. Это спинное блог. Это информация, это контент-агентство. Это спинное ТВ. Это, собственно, картинка, видео. И вот то, чего нет ни у кого, говоря, о чем мы отличаемся от всех остальных, это спинное ДИЯ. То есть, это когда мы... Активизм. Медиа-активизм. Заня только активизм. Мы, когда мы общаемся с разными общественными организациями. Мы платформа, медиа-платформа, они к всех нам приходят. А помогите нам осветить это, помогите нам осветить это. А как вам вот наша идея? То есть, все медиа-активисты бучкуются возле нас. Вот этот вот весь Майдон, который здесь есть. Вот если бы видели, сколько людей приходит в эту палатку, сколько здесь разговоров, тренингов, там, не знаю, лекций, общения, сколько здесь решается вопросов в этом куполе, мы бы поняли, что такое спин-ДИЯ. Спин-СОМЕСТНОЕ ДИЯ – это самое важное. Потому что идея без действия мертва. Вот поэтому у нас вот это вот трио, и как бы это наше главное отличие. А еще, знаете, есть такая забавная штука. Вот нас там сейчас смотрят, там, 260 человек, да? Нас им говорят, ну вот, а на канале там каком-то, там, не знаю, 20 тысяч, а у вас там 500. Ребята, но те 500 или 250, которые нас сейчас смотрят, это, в принципе, люди действия. Это люди, которые, ну, реально вот совпадают с нами визина. Это те вот, с которыми хочется говорить, для которых хочется это делать, да? Потому что делать телевидение для потребителей мы не будем, да? А потребителей всегда больше, чем людей активных. И это как бы не проблема. Мы это воспринимаем абсолютно спокойно. Мы, ну, вот, не гонимся за цифрами совсем. И никогда не будет так, что цифры пойдут в ущерб тому, о чем мы будем говорить. По поводу потребителя. Мы говорили о том, что для нас очень важно, что люди должны делать это вместе с нами. Я расскажу вам несколько историй. Посидел со Львова, у нас такой Янек был, посмотрел, чего мы делаем, как мы разговариваем. Сорвался, приехал сюда, и полтора месяца работал здесь волонтером. Ну, кстати, раненый. Ему бровь зацепила, когда он стримил, у него операцию на глазу делали. Но он со Львова приехал, потому что он почувствовал, что его место здесь, и он должен помогать. Девушка Аня, которая с Вены приехала, она услышала нас, бросила все в Вене, приехала сюда и отработала тоже здесь на спина ТВ ночью, холодно стояла, разговаривала с людьми. Сейчас поехала в Вену организовать акцию с Миросавтомайданом. То есть вот таких людей, которые услышали, пришли, сделали, у нас как бы вот, ну, есть такие люди, они отвлекаются очень-очень, мы общаемся со зрителями, зрители приходят к нам, помогают, камеры установили у нас. Один из зрителей установил нам камеры, чтобы вы были в безопасности. Валенки купили нам, потому что варежки, варежки, шапочки, это тоже. То есть, ну, то есть, ну, чтобы вы понимаете, они смотрят, но мы, честно говоря, чего нам не пытаем. И честно говорим, что нам нужно, чтобы мы нам помогаем. Привет всем. Привет. И мне помогают, это очень приятно. Я думаю, что через два-три года мы выйдем на международный фонгал. И остальные наоборот не только в Украине. Такие каналы появятся в разных точках. Вирусные технологии. Да. В Европе. Более того, мы готовы, опять-таки, делиться своим опытом там и создавать, как это называется, Данка Мэрэжу Мэрэж. То есть, сетевое телевидение, которое работает на развитие общества, которое горизонтально по своей конструкции, которое профессионалы взаимодействуют с волонтерами, работают на изменение системы, на движение куда-то, где. Белоруссия, Россия и другие страны нас ждут в этом отношении. Если у нас работают белорусы, чтобы по ним три белоруса на этом телеканале, то есть, чтобы мы просто понимали, технологии уже первые, технологии распространятся дальше. Понимаете? Технологии, которые здесь отработаются на спинной ТВ, потом будут распространяться на другие страны, которые очень, ну, как бы, это нужно. Я думаю, что в России подобное телевидение тоже было бы очень популярно. Более-то, я одну вещь скажу. Мы же, нам не надо лицензии. Нам не нужно лицензии. Мы абсолютно независимы. Сервера за границей. То есть, как бы, у нас физически, ну, можно, конечно, нескольких артифистов брать, но это же не значит, что завалится телеканал, понимаете? У нас здесь нет лицензии, нет собственности, нет, ну, как бы, очень сложно придавить. То есть, это очень классный инструмент для демократического общества, для развития демократического общества. Есть. К нам сюда приезжал, значит, приезжал, россияне приезжали, ребята, у них агентство новостей. Он говорит, я не понимаю, как вы это делаете. Я говорю, вот, чтобы с этими вот штучками, пилучками, что-то у вас, я не понимаю, как, я хочу посмотреть. Он приехал. Я импульсарист. А мы раздомом. А что там? А что там? А мы со спильноти, у нас здесь смотри, смешно, нет главных, нет главных редакторов, есть какие-то ребята, которые ведут направление, но не более того, более того, мы все время меняемся, да? Костяк ответственный. Поэтому мы вот со спильноти. Спасибо.